Я вам сейчас просто с точки зрения долголетия сказал, но если говорить с точки зрения деятельности, которую человек совершает, то именно эта деятельность или направленность на то, что больше, больше, быстрее, быстрее, или я хочу слишком много, другими словами, материального, не понимая, где находится счастье, это приводит к тому, что у человека нет ни сил, ни времени восстанавливать себя. Так человек теряет свою жизнь. Ну то есть причина – это неправильное мышление просто, потому что, понимаете, люди как думают, если я буду больше впахиваться, тогда у меня будет больше денег и больше развития. Как Высоцкий говорит, ну это вряд ли, скажи, Серега. Ну то есть это вряд ли, понимаете, потому что когда ты будешь больше впахиваться, у тебя будет меньше сил и меньше возможностей, потому что силы теряются, меньше возможностей, почему? Потому что ты не развиваешься, когда ты впахиваешь, ты не развиваешься, ты просто тратишься в это время. Развитие идет от аскез, когда человек отвлекается от деятельности, начинает молитву. Вот что молитва дает? Способность побеждать судьбу. Вот, допустим, закон издали, хрязь и деятельность слетела. Ты помолился, вот я Вам говорю, как я бы сделал, помолился, пробил эту энергию судьбы, потому что это просто механика, это механическая энергия судьбы. И тебе Бог дал возможность, Он Вам и дал возможность в результате. Но, видите, Вы до конца не уверены. Ну то есть молитва, она так сильно действует, что человек идет потом смело в эти возможности. То есть у него как бы, он пробивает себя судьбу молитвой. Это для этого нужна молитва. То есть не сломать человека, то есть его волна событий не ломает человека, который молится. Понимаете, это называется работа над собой, развитие, оно дает такой результат. Теперь второй вариант развития. Человек, допустим, говорит, у меня сил не хватает тянуть коллектив. Хорошо, тогда свежий воздух, правильное отношение к времени, вовремя все делать, свежий воздух, движение на свежем воздухе, правильное питание, правильное отношение к людям, оптимизм. И у тебя хватает сил. Теперь ты говоришь, у меня здоровье плохое стало от этого всего, какая тут работа, как мне развиваться, если у меня здоровье плохое. У меня устаю на работе, у меня нет сил, там и так далее. Тогда опять природа. То есть, когда ты не можешь, допустим, с людьми строить нормальные отношения, тогда вкладывайся в людей, доброта, друзья, забота о людях, в нерабочем времени. Допустим, вот взять простую вещь. Мы сейчас собрались с вами по поводу одной всего вещи. Эта вещь называется «Моя социальная сила». Потому что у человека есть три силы. Есть сила здоровья, которая идет от природы. Есть сила победы над судьбой, которая идет от Бога. И есть социальная сила, которая идет от людей. Вот, допустим, девушке, чтобы выйти замуж, ей нужно учиться заботиться о людях. Она в результате этой заботы копит эту социальную силу. Она становится красивой, влиятельной в этой сфере. Ба-бам, сшибает какого-то мужика с ног. Потому что, когда он видит заботливую девушку, такую влиятельную, у него нет, как бы у мужчины, нет защиты от этого никакой. Вот она сильнее его стала в плане заботы и влияния, и он парализован сразу становится. Он не может с собой справиться, как бы. Его охватывает чувство к ней, и он, как бы, не успеешь уйти, я бегу за тобою. Ну, если он одинокий, имеется в виду. Понятно, что если он бежит за тобой, когда жена с двумя детьми, это уже неправильно. Это уже другая тема для беседы.